вечер добрый дамы и господа или день добрый или доброе утро или когда вы смотрите я хочу записать такое видео потому что меня спрашивали вот те видео что ты оставил для спонсоров особенно что касается вот видео которое я делал для юриса по части интернет-магазина я делал вот только для спонсоров да и люди которые были спонсорами по моему для средних спонсоров я делал и она до сих пор так и лежит если что ссылку я оставлю можете посмотреть или здесь или здесь где-то всплывет вот здесь вот можете посмотреть если у вас вот среднее спонсорство открыто полное видео но так как прошло уже два года да и меня спрашивали хоть вкратце расскажи о чем там что там ну хотя бы вкратце если смысл смотреть так вот смысла смотреть нет если вы не будете открывать интернет-магазин сразу говорю не смотрите не становитесь спонсором не смотрите да вот разово отправьте супер спасибо кнопочкой да тут вот точечки там будет внизу нажмите там супер спасибо отправить вот если вы вне россии вне белоруссии то лучше помогите бездомным кошкам вот на супер спасибо это все помогается только бездомным кошкам на питание для бездомных кошек так вот конечно этого всего не хватает и естественно да то есть потому что супер спасибо приходит не так часто чтобы можно было на это обеспечить пропитание ежедневное бездомных кошек да но и на том спасибо так вот и я вкратце расскажу вот в этом видео вкратце я расскажу вообще о чем там так как уже два года прошло и эта тема уже полностью отпала юрис не только не собирается открывать интернет-магазин и расскажу какие там были основные ошибки да то есть у него изначально в его концепции да даже два года назад и он даже не собирается уже приезжать и влад не только интернет-магазин открывать из германии так вот я расскажу вам по этому поводу еще немножко расскажу про то почему вот в акционерных компаниях именно и ценность акционерной компании выше если в ней так сказать больше людей находится в составе акционеров они один человек да также приведу в конце небольшой отрывок интервью гуннера кирсенса да очень интересное интервью вот как раз по поводу этого же и по поводу ресторанного бизнеса это почему у нас этот бизнес так сказать еле живой влад и будет еще еле живой если будут поднимать налоги да то есть по-другому они работ не умеют и расскажу немножечко про брендирование и про то почему когда качество продукта выше цены и почему иногда не стоит перебрендироваться на примере я расскажу марки дзинтерс вот но изначально про интернет-магазин и вот это старенькое видео да значит смотрите идея у юриса была изначально какая он нашел какие-то я повторяю два года назад было больше уже двух лет назад на месяц больше чем два года назад вот значит два года и месяц где вы были два года и месяц вот значит у него была идея он нашел какие-то там фирмы в германии какие-то склады там через знакомых на которые поступает товар который как раз таки был возвратный в магазине да то есть товар с возвратные магазины и эти оптовые склады их не пихают назад магазин а них как бы в отдельные оптовые склады и оптом пытаются продавать возможно тем же магазинам магазином дискаунтеров и так далее но только оптом да там всякие чайники там куча пылесосов однотипных да но только не сформированный опт допустим там тысяча пылесосов до одинаковой модели чтобы купил какой-нибудь магазина скажем там 20 пылесосов такой модели 10 пылесосов такой модели то есть это не интересно большим магазин все то есть они как бы это возвратная не вернули они все рабочие но они остаются там на складах и вот у юриса была идея он как почему бы не открыть в латвии интернет-магазин но юрий смыслил найти человек десять лет не был в латвии на тот момент сейчас уже 13 лет не было почти так вот и у него была мысль что в латвии все еще осталось на уровне там не знаю конца 90-х годов наверное или там начала 2000 когда товар закупали до эти те кто продавал сами ездили закупали товар да там в арабские эмираты в китай и сами потом продавали да то есть а это уже не работает то есть вот как функционирует вам просто для примера как функционирует сейчас любой интернет-магазин который торгует техникой до который торгует одеждой или техникой про магазина одежда мы кстати отдельно поговорим и какой интернет-магазин только можно делать да так вот смотрите как сейчас функционируют эти магазин магазины торговли техника любые они работают с оптовиками на консигнации все то есть ни один интернет-магазин не в латвии не в литве не в эстонии не в польше нигде не закупает товары в склад все этого не делается работает как есть огромные оптовики вот допустим у нас в латвии это элка группа да есть там еще несколько есть литовские оптовики эстонские огромные они оптовики работают напрямую с фирмами там поставщиками ноутбуков наушников там вот всяких флешек вот таких вот да то есть всякой вот такой ерунды то есть напрямую работают оптовики у них тоже отсрочка платежа там на условно 30 дней до оптовики работают с отсрочкой платежа условно 14 дней для вот этих мелко оптовых магазинов почему оптовики для розничных магазинов имеется ввиду интернет-торговли почему оптовики сами не открывают розничные магазины интернет-торговли потому что это жуткий геморрой маржа вот так усенькая до 78 процентов а геморроя с этим вот столько оптовикам этого не надо им лучше чтобы мелкие магазины интернет конкурировал между собой дрался за клиентов за лучший сбыт а они будут поставлять просто на консигнацию ну хранение с правом продаж поэтому как работает базовый интернет магазин даже который отработал десятилетие у которого десятки миллионов евро оборот в год как работает интернет-магазин сейчас в латвии он заключил контракт со всеми этими оптовиками у него просто хороший то есть интернет-магазин должен развивать хорошую платформу то есть интернет-магазин в смартфоне интернет-магазин чтобы был в компьютере удобная платформа удобная система расчетов удобные там они функционируют удобством платформы и ценой которую они могут снижать за счет своей маржи до чем больше магазин продают тем меньше маржи он может ставить все кроме того и поэтому складов нету магазин работает как мелкие товары там всякие лежат на складе поставка на следующий день или через пока мат или курьером более крупный товар поставка до недели допустим большой компьютер сформированный заказ там с монитором с этим поставка до недели если допустим человек для своей фирмы хочет заказать несколько компьютеров это индивидуальный заказ поставка может занимать до месяца то есть потому что они все придут все установят это уже делает сама вот сам розничный магазин и по сути дела что есть у магазина интернета у него есть вот это его платформа и его наработанные довольные клиенты вот в чем фишка то есть фишка интернет-магазина в этом у него нет складов ни у одного интернет-магазина нет гигантских складов они все могут забрать со склада оптовика вот и все благо тут все близко эстония латвия литва поставка в течение нескольких часов может быть а до клиента от суток до недели но недели это когда формируется крупный заказ скажем ты заказал какой-то изгибающийся монитор там и два таких еще там заказал какие-то игровые компьютеры там супер мупер этими самыми видеокартами тогда тебе его будет индивидуально собирать но это будет от недели до двух недель но зато все придут поставят все будет гарантия да то есть интернет-магазин этим то есть этим они конкурируют между собой автовики в это не лезут им это не надо у них и так все хорошо и потом отсрочка платежа идет теперь что касается интернет-магазина это не просто платформа сделанная там где-то на каком-нибудь условным мазеллу там dot com там или мазелла . лв это это ерунда это просто эта фигня ты не можешь так торговать через там facebook или instagram почему потому что у тебя должны быть гарантии ты не можешь сам покупать товар вот что хотел юрист завозить сам товар да а где гарантии вы знаете что через интернет-магазин например компьютерной техники возвратов 30 процентов то есть возврата в 30 процентов по закону латвии вот у меня цифры все есть по закону по закону латвии и вообще и в европе но в латвии течение 14 дней с момента покупки рабочих дней до течение 14 рабочих дней с момента покупки человек имеет право вернуть товар и получить назад деньги в стопроцентном объеме и ты обязан ему вернуть деньги не объясняя причины мы просто не понравилось вот он купил компьютер там apple там макинтош там такой а потом быть не мне такой не нужен я буду брать на на попроще а этот я отдаю и через пять дней он возвращает его тебе ты обязан вернуть ему деньги закон такой все представь тут фирма ничем не рискует потому что она грубо говоря вернет этот этот самый и вернет этот компьютер поставщику и все этот вернет деньги вот и все а а если эти товары купил ты как ты будешь обеспечивать этот возврат это первое второе если ты завозишь товар ты вот ты если ты как вот мыслишь по старинке и завозишь товар допустим где-то купив его там не знаю в китае там германии на этих складах еще где-то ты завозишь его в латвию сразу заплати ндс сразу заплати пвн певината сверты без нодеклист налог на добавленную стоимость сразу заплати в размере 21 процент вперед предоплаты внеси вот ты привез фуру этих чайников там холодильников неважно чего она там стоит 100 тысяч евро пожалуйста 21 тысячу евро вперед внеси в бюджет поэтому никто сам товар не завозит вот и все понимаете то есть зачем этот геморрой а потом еще одно ты обязан в течение двух лет обеспечивать возврат товара в случае его поломки прошло 14 дней скажем ты купил смартфон да или кто-то купил компьютер а качество товара сами знаете какое сейчас да и вот допустим он сломался или что-то не работает человек приходит фирму и говорит что-то не работает там что-то не так в программе западает вот пожалуйста починить я им год пользуюсь еще у меня год гарантии ты обязан либо починить либо забрать поменять на аналогичный товар и либо вернуть деньги когда ты работаешь с оптовиком просто вот интернет магазин дом ничем не рискует он забрал сломанный товар сделал описание вернул деньги вернул его оптовику и все как ты это будешь делать если ты закупил товар вот как эти лохи с амазона да если ты закупил товар да про этих лохов с амазона который разводят чепушил с амазона который разводят лохов мы тоже поговорим вот ты купил товар вот допустим а у тебя этот пылесос там не работает человек его через год приносит и говорит верни мне баб или починили давай но что-то будешь делать то есть этот бизнес который надо где-то что-то брать завозить но у юрица мысли головой в 90-х остался понимаете ну как это не потому что он он не глупый человек это не поймите меня неправильно да он просто давно не был в латвии может быть в германии интернет-магазины по сию пору так функционирует что-то закупают там латвия я уже говорил об этом наши страны латвия литва эстония финляндия вот эти страны польша даже россия они обошли в плане технологий и германию и францию и италию и испанию и всех германия отстала понимаете что у них вот этот дойче банк поезда которыми не так хвастаются им всем по 20 лет то есть эти скоростные поезда они отстали они реально отстали от технологичного вот развития это когда у латвии спрашивали почему вы как эстония не купили старые там немецкие поезда а на хрена это старье покупать у нас были свои старые электрички которые до сих пор ходят которые выпускались на рижском вагоностроительном заводе и они хорошо работали советские электрички зачем их менять на немецкое старье справедливо когда электрички вот сейчас изнашиваются наши купили чешские эти вагонка там кита до чехии уже делают новые поезда не скоростные а вот те которые электрические вот ближнего следования купили вот сейчас устанавливают им там как меняют эти самые каретки там все под латвийскую систему делают вот они купили уже 21 поезд там из восьми вагонов по моему каждый поезд вот который будет электрички и они будут их постепенно менять вообще должны купить сколько там 48 поездов 84 поезды ночью что-то такое чем большой контракт ну так почему потому что советские электрички износились их надо просто списывать то есть это все правильно в этом плане в латвии было принято правильное решение у эстонии не было своего завода по производству поездов поэтому эстония уже в конце 90-х купила старые немецкие поезда или швейцарские у них швейцарские старые она купила правильно потому что у них не было своих также сделала грузия у грузии не было своего завода из своих так сказать этих ремонта подвижного состава она купила какие-то там не помню французские старые поезда в грузии правильно потому что них своего не было у нас было свое старое и мы могли это использовать нас деталей было извините за выражение жопы ешь до этих деталей поэтому мы мы не покупали новые электрички в латвии все правильно так вот и поэтому вот возвращаемся к юрису он еще думал что так сказать у на у них в германии еще во многих домах интернет dsl просто вдумайтесь не оптика не супер оптика как латвия dsl интернет представляете во многих странах европы италия испания франция часть германии у них трига интернет 4 га по космической цене опять же еще там никто не мечтает в латвии уже 5g 60 процентов покрытия 4g покрытия 100 процентов уже всей балтии то есть ты можешь в глухой в глухоманский лес залезть и у тебя телефон 4g ловит хоть там youtube классные клипы смотри хоть там стримы виде из леса все работает шикарно я уже не говорю про домашний интернет это супер оптика уже везде у всех или минимум оптика если ты живешь где-то там какой-то глухомани там от 1000 мегабит и и выше в минуту вот так вот а германия в этом плане еще отстала там хороший интернет стоит космических денег вот поэтому возможно он просто не от дуплил ситуацию что в латвии вот так но ключевое вот посмотрите почему например магазины одежды магазины обуви несмотря на все издержки в связи с там оплаты жкх там подорожавших электричество и газа отопление и охлаждение там и так далее естественно да почему они не уходят в интернет почему в интернете как правило есть магазин который просто даже вот там массиво дути например ты что-то выбираешь они предлагают те сразу завизировать это и забрать магазине почему знаете потому что возврат одежды через магазин когда покупается в обычной рознице достигает 20 процентов ведь каждая пятая вещь так или иначе возвращается через интернет магазин возврат достигает 60 процентов вставлять 60 процентов купленного возвращается так или иначе почему очень просто потому что одежду надо мерить не только попасть в размер не только чтобы она классно сидела ну и чтобы это было нормальное ощущение чтобы цвет совпал и так далее ты это можешь увидеть только в магазине только в магазине в интернете на картинке даже на видео ты не видишь это в реале да это знаете как это купили на алиэкспресс одежду ожидание реальность да вот это вот примерно так ты не видишь как это выглядит поэтому столько возвратов до 60 процентов человек увидел он и дискаунте что-то там там кожаная куртка куплю купил куртка пришла через пока мат или через курьера доставки он одевает или мало или кожа такая как будто она на кожзам похожа да там или к это там или что-то триод застегиваешь когда не мягкий воротник кожаный нахер возвращаем все и магазин возвращает поэтому магазины одежды до сих пор не уходят полностью в онлайн про обувь я вообще молчу подобрать обувь даже зная размер это колоссальная проблема особенно если у тебя есть у людей какой-то условный дефект ног типа там в свое время было там выбито стопа или сломан палец или еще что-то надо подобрать мягкую обувь то же время красивую в то же время удобную что касается туфлей вообще то есть кожа чуть-чуть не так мягкая не так сидит нафиг выбраковывается туфля да то есть это только в магазинах покупается потому что о по обуви возвратно на будет все 80 если будет покупать через интернет вот и все теперь возвращаемся какие же товары можно продавать через интернет ну компьютерную технику понятно да хотя возврат и все равно до 30 процентов и ты обязан вернуть в течение 14 дней тем более до с момента доставки заказа покупателей напомню они с момента оплаты покупки это тоже важно закон вот потому что мало ли сколько курьер будет ехать да то есть вот так вот теперь что еще одну вот почему например почему да все вот эти вот амазон щеки ну вот эти торговцы через амазон барахло вот эти балаболы да вот эти вот инфо цыгане сраные да почему они практически все даже если у них получилось чуть-чуть заработать почему они не масштабируют бизнес не развивают его а переходят в продажу курсов как сделать бизнес на амазон именно поэтому потому что этот бизнес не масштабируем потому что он постоянно супер конкурентен потому что каждый следит за каждым потому что стоит тебе выбрать какой-то товар знаете как они говорят там этот товар там ложку-плошку я купил за 5 долларов продал за 25 долларов да вот как только все увидят какой товар идет лучше продается тут же это рождает миллион конкурентов которые будут демпинговать по ценам скажем ты купил за 5 продаешь за 25 они купили за 5 будут продавать за 15 еще следующий будет продавать за 10 а потом тот будет продавать за пять с половиной все тут моментально моментально океан становится красным то есть все голубых океанов уже не осталось моментально все драка среди акул он моментально красный становится поэтому этот бизнес нельзя масштабировать нельзя выбрать один товар как они рассказывают своих там курсах вот этот товар я там выбрал этот товар и вот им я торгую я научу вас предложу вам там 500 товаров которые идеально расходятся может он не соврал может они расходились идеально год назад или полгода назад или месяц назад но не факт что когда он на продавал эти курсы эти товары будут расходиться также у вас вот и все то есть поэтому все амазонщики переходят в инфо цыган все то есть это это гарантия либо выходят из бизнеса потому что этот бизнес постоянно конкурентный постоянно супер конкурентный и получается что что у них бизнес если вот ты там затеял что-то на амазоне это условно бабки вбросил купил быстро продал бабки вынул убежал все это не долгосрочная стратегия потому что на долгосрочной стратегии интернет-магазин должен работать на клиента то есть у интернет-магазина нет ничего по сути кроме его хорошей платформы которую надо постоянно обслуживать секундочку так вот все что у них есть это всего лишь платформа до которую плюс надо постоянно обслуживать потому что есть дос атаки есть там какие то trouble у тебя должны быть программисты которое это обслуживают или один программист который на постоянной основе это обслуживает а а не какой-то фрилансер-индус, сидящий, черт не знает где, там, в каком-нибудь Мумбайе. То есть, плюс, все, что есть у интернет-магазина, это клиенты, довольные клиенты, которые будут продолжать покупать. То есть, компьютеры же стареют, телефоны ломаются, это изнашивается, еще что-то надо, новый, тот. И они конкурируют обслуживанием клиентов. Ни один этот амазонщик конкуренцию обслуживанием клиентов не выиграет. И кроме того, как этот амазонщик будет осуществлять возврат товара, да? Вот если, допустим, ты купил, надо осуществлять возврат сущий геморрой. То есть, поэтому у них товары примитивные, тупые, которые запросто могут скопировать другие люди, при том даже не копируя товар, а просто купив там же и продав там же, на той же площадке. И все. Только дешевле, как я сказал выше. Вот и все. Поэтому этот бизнес, если делать его как бизнес, ведь все амазонщики, они не делают его как бизнес, они рассчитывают на что? Вот они напродавали в Амазоне, даже несколько успешных кейсов было, да? Вот там какая-то плошка, ложка, поварешка, там стакан, не знаю, там кружка, да? То есть, с котиком. Вот, несколько успешных кейсов было, и он уже все. Он эти успешные кейсы записывает, у него есть графики, да? Что вот купил за столько, продал за столько, и потом начинает продавать курсы плохам. Все. Которые, по сути дела, не работают. То есть, в базе они работают, как бы, ну, на нем сработали. Но не факт, что сработают у этих, кто курсы купил. Вот и все. То есть, вот такие дела. Поэтому, вот, весь этот бизнес, который условно, вот, там, Юрис хотел, там, купить, там, в Германии на этих складах, а потом продавать в Латвии через интернет-магазин, и думал, что это можно, там, нанять какого-то человека, типа, знаете, через этот самый... Нет, не работай. Единственный вариант, это, так сказать, найти. Но ты никогда найти какие-то товары, которые дешевле, чем у оптовика, и скинуть их оптовику. Но, опять же, оптовик у тебя потребует гарантии возврата в случае того, если товар будет бракованный и так далее. Оптовик имеет эти гарантии от поставщика, который производит. Потому что для него это вообще ничего не стоит. Ну, допустим, если оптовик покупает у него товаров, там, не знаю, там, миллион компьютеров в год. Да? Ну, предположим, там, или, не знаю, там, сто тысяч смартфонов в год, да? И из них, скажем, там, пятьсот будет сломано, там, или что-то там, да? Ну, допустим, бракованный, или, там, тысяча бракованный, да? Оптовик легко их поменяет, потому что для него эта сборка в Китае или во Вьетнаме, там, стоит вообще копейки. У него, то есть, на один компьютер маржинальность приходится, там, под двести процентов у производителя. И ему поменять это, чтобы не потерять оптовика, который сбывает по сто тысяч компьютеров в год, то есть, в какой-то конкретной стране ему вообще это ничего не стоит, он это делает легко, да? Да? Это как бы даже, у него это даже не потери. Там, тысяча компьютеров от ста тысяч компьютеров, да? Вообще, там, меньше процента получается, там, процент, может, полтора, но это, он ничего не теряет. А вот, что касается людей, которые будут это закупать, допустим, и пытаться продать, Я говорю, это просто, это сущий геморрой. Даже для, даже оптовик потребует, и при том, оптовик потребует у тебя постоянное пополнение, допустим, какой-то группы товаров. Допустим, он скажет, вот ты привез там тысячу пылесосов, да? Мы их продадим за месяц, там, через месяц ты должен опять тысячу пылесосов поставить. А если у тебя потом на складе не будет этого тысячи пылесосов, потому что у тебя-то приходят, как бы, возвратные товары, Ты нарушишь условия контракта. Тебя в суде вот так сделают. Может, по условиям контракта, невыполнение условий контракта поставки, там, тебя накажут на сто процентов от оборота. Даже если он у тебя копеечный, ну, все, считай, закрывай фирму, и все. Не забудь купить веревку и мыло, знаешь. Вот. Так что, вот такие дела. Поэтому это не работает, да? Теперь, что хотел сказать, что касается цены, или сперва про Кирсенса, сперва про Кирсенса. Нет, сперва про Дзинтерс. Вот очень интересно. На примере Дзинтерса у меня был такой пример, значит, на Родосе еще в прошлом году, да? Это вот к вопросу, когда качество выше цены, и почему так получилось, и почему нет смысла иногда менять устаревшую торговую марку. Значит, завод Дзинтерс работал с 1873 года с Российской империей, да, на территории Латвии. Фабрика тогда называлась, тогда фабрика называлась Брегер, Брегер, Брегер. Тоже выпускала там всякую косметическую продукцию и так далее, да? Но в советское время потом она поменялась на, по-моему, даже в независимую Латвию она поменялась на Дзинтерс. И в советское время это было Дзинтерс. Дзинтерс это янтарь, или по-английски эмбер, да? То есть это янтарь, да? Дзинтерс это латвийский, то есть янтарь по-латышски. Дзинтерс. Вот. Значит, тот самый янтарь, да? Вот. И в советское время было очень много в него вложено там технологического, системного, там разрабатывали. Потому что в Советском Союзе конкуренции не было, понимаете? И они просто вкладывались в качество по ГОСТам, да? Действительно разрабатывали крутые солнцезащитные крема. Действительно очень. То есть почему? Почему? Потому что хотели сделать качество, чтобы получить там знак качества советский, чтобы их там выдвинули на какую-нибудь там ленинскую премию и так далее. Ну понятно, да? То есть это делалось, государство в это вкладывало деньги без расчета получить отдачу. Но оно получало отдачу в разы выше, потому что конкуренции не было на советском рынке. Понимаете? Поэтому в качество вкладывались, делали качественно, делали хорошо, чтобы это было, так сказать, на века. Сделали отличные формулы, отличные, шикарные формулы, да? Вот, например, этот лупобалзам, бальзам для губ, да? Так называемая вот эта была бесцветная помада, да? Вот у кого губы на морозе трескаются, да? Вот кто там гуляет на морозе часто, да? То есть или от солнца они выгорают, шелушатся, потрясающая вещь, да? И формулы остались те же. Ну, естественно, в 90-е годы Советский Союз рухнул, Дзинтерс попал в сложное экономическое положение. Это естественно, потому что, представьте, огромные мощности, сбыт на весь Союз. Тут он гакнулся, да? И пришли всякие дешманские, невей там всякие, которые по качеству значительно хуже, чем Дзинтерс. Приведу простой пример. Крем Sun Protection, тоже Дзинтерс. Великолепный, просто великолепный. Те же самые формулы, все шикарно. Вот у него качество уровня выше, чем какой-нибудь Биотермхон. Гарантированно выше. Качество гарантированно выше, чем у какие-нибудь Лореали, Невей, там вся эта шерпотребная ерунда, да? У него выше качество. А цена, ну, уровня Невеи, допустим, да? Как так получилось? Потому что это формулы вкладывались в советское время. Но в 90-е, про Крем расскажу чуть позже, в 90-е у Дзинтерса возникли большие проблемы там. Там большой советский рынок сбыта потеряли, людям было не до косметики, там люди примитивно в 90-е большинство выживали. То есть пришел шерпотреб, вот этот плюс много подделок шерпотребных, всяких сосуновей, видалей там и так далее, да? Сами понимаете. И у людей было, знаете, как это, у советских людей, они же хотели западного. Они думали, что вот западное, это офигенного качества. То есть и вот одна там западная какая-то Лореаль, все, и там бежали за этими помадами, там женщины за этими. А типа советское это не а, типа советское это ерунда, все фиговина, да? Но на деле-то было наоборот. По качеству это было лучше. И вот на Родосе в прошлом году был замечательный такой лайфхак для Дзинтерса. Я мажусь этим кремом, чтобы не обгореть. Там у ресторана терраса, да? И иду, когда купаться. То есть я мажусь этим кремом. И рядом пара немецкая, там, таких пожилых немцев. Я намазал с этим кремом все, чтобы не обгореть. Особенно лицо, да, мажу, чтобы не обгореть. Вот. И потом эта немка спрашивает у меня, а что, чем вы мазались, что это за крем? Я говорю, ну, это латвийская фирма, это Дзинтерс, все, там, Ром Летланд, вот такое качество, good quality, там, все, все дела. Она говорит, можно попробовать? Я говорю, попробуйте, беру ее на руку, выдавил-то. Она говорит, я, она говорит, я вообще-то технолог, вот этот по, там, она там, в какой-то фирме работает эти крема. Она говорит, запах. Говорит, вот, даже запах дорогой. Вот, говорит, понюхайте, как пахнет, там, какой-то лореаль, там, какое-то масло, там, а тут, говорит, качество, я вижу, что качество крема потрясающее, да. И я говорю, вы можете заказать, у них есть сайт, все, да. Ну, так вот, и даже немецкий какой-то женщина-технолог сказала, что это офигенная вещь, да. А я сам знаю, это проверив на себе, что это просто, ну, от египетского солнца защищало. То есть, это невероятно. То есть, если у тебя есть загар, он немного и такой нормально ложится, все. То есть, чем мажутся они, какие-то пшикалки с каким-то маслом, там, вообще, я смотрю, думаю, какой-то жесть, ты в масле, как будто ты сейчас пойдешь рестлингом заниматься на ринг, знаешь, как-то такое, знаете, странно. А здесь вот такой крем, да, то есть, это именно, ну, sun protection, именно такой для мягкого загара, чтобы не обгорать, чтобы с красным лицом потом не ходить, как этот самый, да, с облупившимся носом. Так вот, и в 90-е годы попал сложную ситуацию, директор был там старый, Герчиков, по-моему, фамилия, Илья Герчиков, да. Ну, в общем, были долги-долги, и его выкупает за долги классный предприниматель, латвийско-эстонский предприниматель, или эстонско-латвийский, Олег Осиновский, да, он вообще на транзите зарабатывал и на недвижимости. В Грузии он построил Тбилиси-Хиллс, холмы Тбилиси, там, с гольф-клубом, эти все, люкс, кто в Грузии был, знает, Тбилиси-Хиллс. Вот это построил Олег Осиновский. Так вот, и он выкупает это предприятие и ставит там директором и руководителем свою подругу, как у Чичваркина. У него не жена, у него боевая подруга по жизни. Моложе его, но девчонка с головой. Девчонка просто вот, ну, то есть, и она, как молодая, сперва говорит, Ну, Дзинтерс ассоциируется с советским, вот это все советское там. Давайте марку уберем и назовем ее, как она называлась, вот как сейчас называется это СИА, да, то есть, сейчас предприятие называется. H.A. Брегер. Бри-эгер. Брегер. Она говорит, давайте сделаем марку Брегер. И сделали марку на белом фоне, черными буквами, там, Брегер, все. Но она не заходит. Почему? Потому что в бывшем соцлагере, включая страны СЭФ, то есть, а это не только Советский Союз, это еще и страны СЭФ, знают марку Дзинтерс. Почему? Потому что Советский Союз вваливал в этот бренд деньги, чтобы раскрутить бренд Брегер до уровня хотя бы какого-нибудь там, не знаю, Лореале, или хотя бы до уровня узнаваемости Дзинтерса надо влить минимум 100 миллионов евро в раскрутку бренда. Вопрос, надо ли это делать? И поэтому они поделились. Они сделали премиальную марку Брегер, заново раскручивают премиальную марку Брегер и оставили базовый Дзинтерс. Но знаете, в чем вся фишка? В том, что и премиальная марка Брегер, и базовая марка Дзинтерс делается на одном заводе. По технологиям, которые были разработаны в Советском Союзе по ГОСТам. Именно, притом в Латвии, я подчеркиваю, потому что бывало по ГОСТам сделано в Грузии, это было полное Г, да? Или в Армении полное Г, там или каким-то в Узбекистане, Таджикистане, там это полное Г было сделано. При Балтике, в Советской Прибалтике заводы работали и делали все вот такого качества. Вспомните, радиотехника, да, завод. Вспомните, завод ВЭФ, у каждого приемник был, спидуал, у каждого там на пляже висел, работали. Длительно батарейки не сжирал, он чуть ли не месяц мог работать на одних батарейках. То есть, вот такие приемники, да, были. То есть, они вкладывались в качество. Колонки С-90 радиотехника по качеству звучания до сих пор стоят где-то вот в премиальных магазинах, даже видели в Англии, в дорогущих магазинах. Их еще собирают на радиотехнике, но ограниченным экземпляром, потому что завода уже как такового нет, да, он же работал на весь Союз, да. То есть, но их собирают как штучно. И до сих пор старые колонки С-90, у которых они в правильном хранении сохранились, не отсырели, не пересохли. Вот такое звучание, знаете. То же самое с Зинтерсом. Это советские ГОСТы, в которые вкладывались деньги, колоссальные деньги. Солнцезащитные крема в эти. И поэтому по качеству, уровень качества этого круче, чем какой-нибудь Биотерм. Понимаете? Я просто раньше тоже, знаете, о, качество. Покупал этот Биотерм Холм, знаете, такой для мужчин. Там всякая косметика и так далее. Вот там тоже солнцезащитные крема. Сука, прайс по 40 евро за банку. У этого 5. Понимаете? Вот и все отлично. А на скидках, а скидки, так как у нас лето короткое, а на родосик осенью лето длинное, а в Египте еще длиннее, то покупать надо осенью. Вот в августе можно купить уже за 3 евро 2.99, да, солнцезащитный крем. При этом качество не хуже Биотерма, а то и лучше. Понимаете? Вот и все. Вот такие дела, дамы и господа. Вот, когда качество выше цены и премиальную марку, Брегер, выпускают на том же оборудовании по тем же ГОСТам, что и не премиальный дзинтер. А продавать будут, я уверен, в 3 раза дороже, чем продается базовый дзинтер. Потрясающий запах. Вот, кстати, ассоциативная вещь с запахом, да. Вот солнцезащитный крем. Прекрасный запах. У меня сразу ассоциация, что как будто я в гостинице хочу выйти, сразу должно быть море, солнце. Потому что мозг привык к этому запаху, именно потому что этот запах, значит, это вот купаться в море, солнце, то есть ассоциацию мозга. Потому что зачем мне в Латвии солнцезащитный крем. Он мне не нужен, он куплен для Родоса. Так же, как и бальзам для губ тоже куплен для Родоса. Потому что если в Латвии нет зимы, у меня губы так не пересыхают. Да, если нет лета и палящего солнца, они не облезают, как эти самые, да. Вот так вот, качество выше цены. Теперь, интервью Гуннера Кирсенса, и что касается, вот, он рассказывал про то, чему его научили, вот, партнеры, которым он продал основные доли своего лидо из Эстонии, да. То есть, партнеры из Эстонии, чему его научили, но это и так общеизвестный факт, да. Интервью Кирсенса вы посмотрите после меня, по отрывке, целиком ссылочку я приведу в описании. Вот, оно на русском языке, в оригинале на русском. Так вот, и по поводу IPO, вот, почему, конечно, владеть фирмой в одиночку, это круто. Ты единолично принимаешь решения, что делать, что не делать, но до определенного размера. Как только ты будешь выводить свою фирму на биржу, там, на IPO, да, вот, проводится полный due diligence компании, полная оценка, полный аудит, да. Да, и, допустим, перед IPO компания оценивается, допустим, я говорю, условно, в 100 миллионов евро, да. По всем активам, все чистым активам оценивается в 100 миллионов. Там, то есть, твои доходы, твои активы, минус твои расходы, минус твои пассивы. Вот, чистая компания, допустим, у тебя стоит 100 миллионов чистых активов, да. Но, если ты один владелец, ты тоже можешь выйти на IPO. Но, если ты один владелец, цена компании тут же падает для IPO на 25%. То есть, вот, твоя компания, оцененная в 100 миллионов евро, автоматически, если ты один владелец, на IPO выходит ценой в 75%. Почему? Очень просто. Потому что инвесторы, потенциальные покупатели акций, потенциальные инвесторы в компанию, да, и потенциальные акционеры, покупатели акций рассматривают это как минус для компании. Когда ты один владелец, когда от тебя зависит все. Это к вопросу вот о России и ее вертикали, в том числе. Когда даже очень крутой человек, и все функционирует вот так прекрасно, и там прямо диктатор-либертарианец, это все равно большой риск, что диктатор-либертарианец, даже если он не либертарианец, да, то есть, не найдет в себе либертарианского преемника. И все может измениться, когда диктатор уйдет. Вот и все. Типичный пример Беларуси, кстати. Вот типичный пример. После Лукашенко будет хуже. Не только после Путина в России будет хуже, но и после Лукашенко в Беларуси будет хуже. Понимаете? Потому что такого хозяйственника, как батька, как к нему не относитесь, да, но редко можно найти. Да, то есть, редко. Скорее всего, все будет развалено, раздербанено, и, так сказать, все пойдет по бороде. Да. Вот. То же самое в компании. Если ты один владелец, это риски. Это риски даже для возможных людей, которые проинвестируют, то есть, купят твои акции потом через IPO. Да. Это риски для акционеров. Потому что вдруг с тобой что случится? Ты принимал эти решения, компания действовала правильно. С тобой что случится? Все. Компания перейдет там твоему сыну, твоей жене, там твоей подруге. И все. И она может пойти по бороде полностью, да. То есть, от руководства многое зависит. А если в руководстве несколько человек, скажем там, 4 акционера, да, и компания выросла до уровня IPO при там 4 или 5 акционерах, то значит, не ты один решаешь. А решают, есть еще люди, которые там в совете директоров, в собрании акционеров говорят, как, как, и выработали эту стратегию комплексно. И когда они выработали эту стратегию комплексно, значит, уже по факту, да, даже если там главный акционер или председатель совета директоров, с ним что-то случится, компания, скорее всего, имеет более шансы на тот же уровень работы, чем компания, где был один владелец. Если с ним что-то случается, то и с компанией плохо, да, как. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет Россия. Вот так вот. Кстати, небольшая добавочка, да, я забыл. По части интернет-магазина, чем в интернет-магазине можно торговать без возврата, да. Это продукты питания, это всякие биологические добавки, да, и это медикаменты. Но для них надо специальное разрешение. Поэтому вот там, если вы торгуете добавками для спортсменов, какими-нибудь этими, все, это возврату не подлежит. То есть, если человек это распаковал, ему не понравилось, он не может это вернуть, да. То же самое с продуктами питания. Купил через интернет пачку печенья, открыл ее, откусил, не понравилось или какое-то сухое, ты вернуть его не можешь, да. То есть, поэтому, если торговать через интернет, то только чем-то таким. И косметикой. То есть, косметикой парфюмерии. Если человек через интернет заказал одеколон, открыл, попшикался, ему не понравилось, он его вернуть не может. Так же, как и косметику. Открыл флакончик, да, открыл флакончик, все, ты его вернуть не можешь. Все, даже если тебе не понравилось, выкини или подари кому-нибудь другому. Вот и все. Это такая небольшая ремарочка перед интервью Кирсенса. Точнее, отрывка из интервью полностью, ссылка в описании. Всего вам доброго, еще раз. Мы себя показали и в Эстонии, мы считаем себя самых лучших, и нас это уже и народ даже признает, не говоря о правительстве и всем остальном, и бизнесменам. Мы есть им образец. Я должен сказать, мы есть образец. Мы вчера были, ночью приехали оттуда. С Эстонии, да? С Эстонии, да. Со своим управлением, там встречались с руководством. Ну, там маленький бал был такой. Ну, вот, ну, водку не пили. Но, должен сказать, что они очень рады нами. Мы сегодня, если я лично сегодня, Гуннар Кирсен, обратно хотел бы возвратиться, то, естественно, я хотел бы без них. Не потому, что они плохие. Но, когда ты один есть хозяин, у тебя намного проще вопросы все решать. Здесь все-таки надо прийти, ну, как политики. Пришел, один так думает, другой так, третий так. И ты должен немножко вот это сложить вместе. Естественно, ты немножко образовываешься быстрее, лучше, правильнее. Но, если поговорить по нашей отрасли, вот по моей фирме Лидо или там Шерри, то одному все-таки быстрее можно. Здесь другая сторона, что финансовые ресурсы там есть большие. Они могут прийти. Но, у кого есть финансы, те тоже очень сильно думают о себе, не о тебе. Это тоже надо. И вот эти все вещи, они очень тонко. Это тонко, чтобы только не разорвалось. Надо все время тонко и правильно делать. У вас не было идеи все-таки взять кредит, а не привлекать инвестора? Либо это было бы вообще невыживаемо для компании? Это было, у меня был перед этим партнер, я ничего не хочу, неплохо, нехорошо говорить. Ну, надо было расстаться, ну, как бывает. Про Амбер-группу? В семье. Но я не буду на самом деле. Но это известная информация. Я не хотел бы это поднимать. Это как хорошо в семье, нечего там тряпки мыть бывшие. Хорошо. И мне пришлось быстро это делать. Слава Богу, мы нашли очень корректных эстонцев. Действительно, правильные эстонцы, у них есть свой взгляд. Где у нас не совпадает, но у нас нет, что мы сразу друг другу будем там высказывать плохие слова или некорректные. Мы беседуем, остынем, опять говорим, но идем вперед. Это и есть правильно. Кредиты, вы сказали. Вы извините, вот здесь я хотел бы поднять этот вопрос. Хорошо. Это вообще кошмар сегодня. Понимаете, а это и система. Сегодня система оплаты, которую сделали очень хорошо, что не надо бумажечки и тратить. С другой стороны, ты тратишь и не считаешь. А в третьих, банки сегодня, извините, даже грубо скажу, нахрена им сегодня давать кредиты. Извините, что я говорю. Зачем давать кредиты? Все, я извиняюсь, да. Зачем давать кредиты сегодня, если они зарабатывают на каждой моей копеечке, я протягиваю свою кредиткарту или оплачиваю оклады, или оплачиваю все, которые оплачиваю, у них остается. Если раньше банки давали тебе 0,5% деньги, когда у них стояли, то сегодня они зарабатывают. И зачем кредиты им давать? Им тогда сужается рабочая сила. Прибыль остается намного больше. Я думаю, что банк сегодня вообще сказал, кредитовую систему не буду давать. Зачем кредиты? Но это происходит в Латвии сейчас. И не только в Латвии. Об этом будет говорить на самом высшем уровне. То есть как будто стимулировать банки давать кредиты. Ну и важно, чтобы это было, наверное, на каких-то жизнеспособных условиях для бизнеса. Это ведь тоже важно. А не так, чтобы ваша котлета в итоге стала золотой. Ее бы никто не купил. Во-первых, они не дают кредиты. Зачем им давать кредиты, если могут не давать и зарабатывать больше? Зачем рисковать? И сегодня, я думаю, что государству надо сделать свою кредитную систему, свой какой-то банк. Ну, в Альтум есть, или огромный банк, где есть руководитель фантастический, умный. Умный действительно человек, который думает о стране. Про кого вы? Берзинч. Ну, Альтум банк. Да, в Альтум. Думать нельзя так делать. Надо давать кредиты, надо давать развивать. И давайте вы тоже рискуйте, банки. А как выходит сегодня? Мы все рискуем, все на нас стало. Мы сегодня работаем на всех, на банки особенно, когда мы все перечисливаем через них. Извините, неправильно. За полгода прибыль банков, буквально я скажу, для какой-то справки нашей, для наших подписчиков, 335 миллионов евро, и прогнозируют, что по итогам года будет миллиард евро прибыль банковской отрасли. Ну, миллиард, да. Кстати, дамы и господа, еще ремарочка. Я вот тут как раз пока монтировать начал, вот, Кирсенса. И он сказал, вот как раз по поводу 90-х, да? То есть в 90-е, вот просто в 90-е годы, вы сейчас это услышите, в 90-е годы, говорит, я один день работал на государство, один день на зарплату, и 28 дней мы работали на себя. Но, говорит, деньги мы не тащили в карман, а мы их вкладывали в развитие. Поэтому вот 35 лет фирме Лидо, и вот, так сказать, это монстр, да, который выживет уже при условно любых условиях, да. Но вот тот, говорит, кто сейчас открылся, ему очень тяжело. При нынешней налоговой системе, вот при всем. И это касается, он говорит про ресторанный бизнес, а это касается не только ресторанного бизнеса, это касается вообще всего, понимаете? Просто всего. Ну, с любого бизнеса. Поэтому сейчас уже не получится, как в 90-х. С мышлением в 90-х или начало 2000-х подходить сейчас, в 2023 году, да, уже конец августа месяца, да, то есть, уже не получится. Как раз это говорю, и в следующий я смогу много-много раз говорить. Когда мы начинали, мы работали два дня. Один день на государство, второй день на оклады. И 28 дней на карман. Ну, мы в карман не ложили, почему мы сегодня? Мы ложили дальше в развитие. То сегодня, наоборот, 28 дней или даже 29 дней работаем на государство. Все это вместе, что вы сейчас сказали. Электричество. Ну, и все-все-все-все. И один день, в лучшем случае, идем на свой личный карман, который дальше мы опять вкладываем. Но вам при этом все равно выгодно работать, потому что выглядит эта пропорция безумного. Как-то, ну, вот сумасшедше. Вы знаете, страшно хочется работать. Вот я могу ответить. Ну, страшно хочется. Я должен сказать, что мне уже много лет сегодня, но я спортом занимаюсь. Очень-очень хочу работать, такой Крумич Юлийс. Продал свое, получил огромное состояние. Я приезжаю к нему, и он с утра до вечера думает, что делать, что дальше делать. И когда мне, мои коллеги, мне говорят, Гунар, ну, мы уже знаем, ну, зачем, ну, не приходи. Может быть, ты сходи больше порыбачи. Не приходи больше. Ну, порыбачи или что-то такое. Они не потому, что не приходи, и я мешаю, а потому что, ну, они... Жалеют вас, да, уважают, жалеют, да. Окей, я могу поехать на рыбалку или куда-то, но третий день мне уже не хватает этого. Потому я говорю, мы хочем работать, мы хочем в этом государстве быть, мы хочем это государство любить, и чтобы нас любили. Вот это, это, вот это созобие, ну, это, оно должно все время маслом, чтобы она не ржавела. И мы это делаем. Я хотела уточнить, а в других государствах тоже такие жуткие пропорции? 29 и 1, нет, 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 друзья. В подобном бизнесе. Возьмем тоже, ну, возьмем даже здесь, ближайшую страну, Литву. Налоговая система в Литве во время ковида убралась на 9%. ПВН 9%. То есть снизилась, да, ПВН на питание, да? На питание 9%. И это уже сегодня оборот у них стал лучше. Те же бизнесмены, которые не берут себе в карман, они долго не живут. А дальше вкладывают государству, фактически это и народу, и они, идет этот денежный оборот, идет везде. Наше государство почему-то сегодня не слышит. Оно должно услышать. Что мы не можем выдержать. Ну, будет 1%. Ну, что дальше могу сказать? 1% останется, который мы можем на развитие и так далее. При нашей огромной, товарооборота огромного, и, скажем, в день мы кормим 30 тысяч человек, лидо, каждый день, при этом 1%, он немножко дает нам развитие. Ну, мы бы же хотели бы больше развития, в государстве больше бы появилось денег сегодня. то, если государство возьмет, еще прижмет, ну, лидо выживет, поскольку это монстр уже. И честный, правильный монстр, так можно сказать. И мы сегодня хочем, чтобы остальные не пошли в теневую, потому что заставит государство еще больше зайти в теневую. Сегодня я могу в эфире сказать, большой процент сегодня в теневой работает, экономики работают. В вашей отрасли, да, работают? В нашей отрасли, да, в нашей отрасли. Вы об этом говорили даже в ассоциации, к сожалению. И как конкурировать с теми, которые работают в теневой? У них явно, вы более выигрышная позиция. Должен сказать, я их защищаю. Вы знаете, я тоже раньше воровал, когда мы только начали. То есть не платили налоги, милиции, да? Налоги, конечно. Ну, тогда не было системы, еще как. А, давай, плати, можешь платить, можешь не платить. Сегодня жестко поставили, платите. Но те, которые не могут заплатить, ну, как их не защитить? Они хочут там работать. Они же получили займы в банках. Электричество, все остальное приходит у них, они не могут. А это надо оплатить, чтобы они могли жить. Но если они это не могут оплатить, что они делают? Они в первую очередь не отдаст государству, всем остальным отдаст. Все перекроют. Как сказал бывший министр финансов, господин Рейерс, Янис Рейерс, вот как раз на замечание одного такого предпринимателя, который вот в одной из дискуссий тоже сказал, ну, вот сколько можно? Он говорит, не можете заплатить, закрывайте бизнес. Короткий вопрос, ответ. Ну, господин Рейерс, я очень уважаю его. Он умный человек, он не может, многие вещи может говорить в эфире. Он политик, не забудем. Я свободный человек, не могу говорить, что я и думаю сразу. Но он если не может заплатить, ну, давайте логично подумаем. Электричество не заплатит, завтра раз закроют. Правильно? Правильно. Там не даст, мусор не выведет он. Он в мусоре не сможет прожить. А государство, ну, ничего не сделает. Он тихоря это сможет закрыть. Есть вещи, которые можно тихоря закрыть. Ну, так зачем мы воспитываем, вы сказали, 35 лет ли до, да? Мы вырастили сегодня людей уже с нами. Я хочу, чтобы они выросли в этой стране и не хотели воровать. Я говорю, я воровал, но я жутко не хочу. Но это было в 90-х, я так понимаю, давно. Я жутко не хочу делать. Я не хочу, чтобы другие сегодня делали в стране это. Ну, так давайте тогда подумаем, что они могли бы не делать. Ну, давай снизим сегодня в этой проблеме, где есть проблемы. Вы про НДС, да? Про то, что нужно снизить. Но вы знаете, что господин Ажиратенс уже буквально пару дней сказал, что ни одна отрасль в Латвии не получит сниженный НДС. Поймите нас, друзья, сказал он и извинился. Ну, значит, я думаю, что в этом-то и страна проиграет сегодня. Но те, которые не смогут заплатить, что они будут делать? Естественно, не принесут деньги. Да, красиво. Но уже сейчас в Литву многие едут праздновать свадьбы, какие-то юбилеи. Ну, как, Литва 9%, у нас 21%. Ну, друзья, ну, сравним. Сразу ценообразование. Даже ту картошку, которую сегодня я в Латвии покупаю, я в Литве покупаю. Почему? Потому что он может выдержать, он может этот тоннаж. Мне 5 тонн в день картошки уходит. 5 тонн. Ну, кто может вырастить? А если здесь вырастет, извините мои эмоции, вырастет, если здесь, то она цена будет дороже. Я поеду, естественно, купить там. Вот про цену. Из того, что раньше, когда у нас была, ну, экономика намного свободнее, электричество, остальное, не было такие расходы, то мы людям говорили, ну, ложить, ты видишь, бабушка, ну, у нее, ты видишь это, ну, положи побольше. Ну, не надо, ты, у нас сегодня мы настолько жестко подошли к этому, поскольку у нас, к нам подошло настолько жестко, первое, что я сказал, один день только можно, может быть, работать на какую-то свою личную экономику, все остальные работаем только на все остальное, чтобы выжить. Сноу!